Приветствую вас, Екатерина. Вы знаете, ситуация заключается в том, что у вас довольно много противоречий в тексте. И, наверное, как правильно вам сказал мой коллега Кудричев Игорь Леонидович, что вы путаете причину и следствие. Изначально в этой ситуации проблематика началась именно по той причине, что у вашего мужа появилась любовница, я так понял, и потом любовник появился у вас. При том, что выглядит это так, как будто вы сделали это из, ну, например, чувства обиды. Я, безусловно, не могу и не хочу утверждать этого наверняка, но выглядит это так. Вперёд появляется у него, потом появляется у вас. То есть это немножко, ну, как-то вот, я бы сказал, страна. Это вот такой момент. Дальше, значит, я сейчас прочту ваш текст, да и укажу на те моменты, которые, как мне кажется, важны. Я не знаю, как быть и как восстановить свой баланс эмоциональный. Я не знаю, как быть, чтобы что. Как быть, чтобы что. Нужна цель, да? То есть, ну, чтобы восстановить баланс, вам нужна какая-то цель. Вот, и если цели нет, то, ну, тут у нас возникает всегда. Возникают определенные проблемы, потому что. Без цели, если человек что-то делает, то он обречён на такой вот, скажем так, провал, да? Потому что непонятно, в какую сторону, да? Значит, ну, направлять свои ресурсы. Куда направлять свои ресурсы? Это вот такой важный момент. Поэтому, значит, как быть, чтобы что. Если вы спросите, например, меня, то мне кажется, что вам, ну, вот, в первую очередь надо бы разобраться именно что вот в себе. В первую очередь, разобраться именно в себе, в том, что вы сами чувствуете, хотите и так далее. Потому что, как мне кажется, в этом основная проблема, что вы не очень понимаете то, что вам, собственно говоря, нужно, чего вы хотите. Вот, и отсюда возникают трудности с, так сказать, транслированием этой позиции, да? С транслированием её. Ну, вот, куда-то. Куда-то. Дальше. Дальше. Блаза мужем, впечатли, ну, с мужем отношения начали портиться, когда у него появилась любовница. Смотрите. Я, конечно, из-за того, что вы поставили запятую, да? Немножко не даст. Я не очень понимаю, где здесь причина, а где следствие. То есть, вы хотели сказать, что отношения начали портиться тогда, когда у него появилась любовница. Вы узнали? И у вас появился любовник тоже. Но в таком случае это не отменяет вопрос о том, а что между вами и вашим мужем было общего? Что было между вами, что вы, ну, как бы, достаточно быстро свои отношения прекратили, да? То есть, вопрос о том, а так ли вот вас вообще-то, ну, так ли много вас связывало друг с другом? Что между вами было общего и в каком направлении вы вместе двигались? Вот это, я думаю, очень важный момент. Потому что, ну, в этом направлении, мне кажется, нужно двигаться. Вот. Следующий момент. Вы говорите, что у вас отношения с мужем Нажели портятся. Но, вопрос, который я хочу вам задать, он звучит, он звучит так. А, что именно начало портиться у вас в отношениях с мужем? То есть, вот, ну, какие конкретно, какие конкретно проблемы у вас с мужем Нажели? Вот. То есть, ну, опять же, вы говорите, что отношения начали портиться, а как именно они начали портиться, вы не говорите. Какие именно проблемы у вас появились, да? Вот. Пытались ли вы, например, свои отношения там, допустим, сохраниться, да? Вот. И так далее. А, как вы воспринялись, что у мужа появилась любовница? Я узнал об этом, у меня тоже появился мужчина в стране. Такое ощущение, что вы ждали. Вот такое ощущение, что вы оба ждали, чтобы у вас, у обоих, появились любовники. А, все, все мы встречались, все всех устраивало, с мужем развелись, но отношения с этим мужчиной продолжились. Кхм-кхм. Смотрите. А, тут есть такой нюанс. А, значит. Дело в том, что, когда человек, ну, находится, да, в одних отношениях, и находясь в этих одних отношениях, а, человек начинает строить другие отношения, то подобные отношения развиваются по принципу компенсации. То есть, я имею в виду, что вы пытаетесь восполнить что-то, да, вы пытаетесь что-то восполнить. Что-то, чего вам, ну, не хватает, образно говоря. Не хватало с мужем. Вы пытаетесь это восполнить за счет любовника. Вот. А, но фокус вашего внимания, грубо говоря, он все равно смещен немножечко в сторону реализации своих потребностей. Вот. А не в сторону, например, направленности на человека. Из-за чего отношения приобретают такой особый вектор, когда в них люди пытаются каждый решить свои проблемы, каждый решить свои трудности, вот, каждый пытается решить что-то свое. Вот. Но при этом, как бы на другого человека, да, внимание особо не обращается, может быть, или что-то вроде того. Вот. Хотя, понятно, что вы, скорее всего, с этим, ну, не согласитесь. Вот. И потому такие отношения нельзя назвать здоровыми. В любом случае, вот, к сожалению, к сожалению, да, нельзя такие отношения назвать здоровыми. Вот. Их можно назвать, ну, такими компенсаторами. Вот. Не больше, не больше, не меньше. Вот. И, соответственно, то, что у вас с вашим мужем начались проблемы, о, мужчиной, не мужем, а мужчиной начались проблемы, это, к сожалению, естественно, потому что вы начали взаимодействовать. Эм. Собственно говоря, как любовники, и, соответственно, у мужчины, или, или у мужчины, или у вас, а, могло рано или поздно появиться такое вот, э, ну, такая миссия, что, а, если она была моей любовницей. Так. Вот. То, может быть, она, э, станет, ну, она может стать, э, вообще это любовница еще, например. И то же самое может, в принципе, касаться и вас, да, то есть вы то самое могли бы, э, подумать про своего мужчину, ну, да, понемножку при других обстоятельствах, но, как всего, могли бы. Вот. А, так, значит, э, сначала у нас была нежная, ласковая переписка, э, все вроде хорошо было, но что-то не хватало, я начал искать общение на стороне, на стороне. Вот, понимаете, да, то есть вам, э, сперва чего-то не хватает с мужем, и вы ищете общение на стороне, находите мужчину. А, потом нам уже с мужчиной чего-то не хватает, и вы ищете общение еще на стороне. То есть, э, у меня складывается впечатление, что именно над отношениями, над отношениями вы работаете такое впечатление, что вы не готовы. Вот. Вы не готовы разговаривать в отношениях, вы не готовы что-то делать в отношениях, вы не готовы. Вот. А, поймите ее правильно, я вас не обвиняю, я просто указываю на те моменты, которые, по моему мнению, являются деструктивными. То есть, вы такое ощущение, что убежите от проблем в отношениях, но они, эти проблемы будут всегда. А, и, на мой взгляд, это, ну, нормально, что есть проблемы, есть трудности в отношениях между людьми. Потому что люди не идеальны, но таким образом решают эти проблемы, они, они учатся компромиссам и, соответственно, становятся, становятся лучше, они развиваются. Вот. Вы же, вы же, э, такое ощущение, да, что убежите, убежите от этих самых проблем. И, получается, что вы бежите от самого себя и, в общем-то, тот, кто бежит, тот, ну, мало имеет шансов на выстраивание, э, хороших отношений к такому-то, прям, качественных, качественных, вот, и так далее, и крепких. Вот. Самое главное, что люди чувствуют, что их используют, как, например, почувствовал это ваш мужчина. Вот. Кхм. Дальше. Значит. Вы пишите. Так. Он заметил, что я начал искать общение по стороне пары, час в телефоне ночи. После этого стал холодным, голодным, жёстким. Перестал первым писать. Направляясь на сто тысячи. А зачем это происходит мои фотографии? Только мотив, мне непонятно. Посмотреть на тебя зачем? Вот такой вопрос. Если ты ничего не испытываешь, приезжает ко них, конечно. Ну, опять же, да, здесь у меня такое ощущение, что вы, э, ну, как-то вот, знаете, даже, как будто бы, э, не полностью, что ли, отдаете себе счёт в том, почему мужчина, э, изменил своё поведение, он изменил своё поведение, потому что понял, что вам нельзя доверять. Вот. А вы, как будто бы, вообще не придаёте значения тому факту, что вы начали искать общение, общение на стороне. Вот. Нет, конечно, вы находитесь в своём праве это делать. Безусловно. То есть, я ни в коем случае не скажу, что вы, э, не хочу сказать, что вы, э, не должны там, э, чего-чего-то делать, да. Вы делаете всё, что вам хочется. Ну, я немножко по-другому говорю. Я говорю про то, что, э, э, роль человека рядом с вами, а, не совсем не знаю, где-то. Вот. Именно роль человека. Потому что, э, э, как бы, какая роль отведена, вот, вашему мужчине, который, ну, вот, который рядом с вами, к примеру, да, находится. Вот какая ему отведена роль. Это важно, потому что, ну, человек может быть недоволен, а, фоей ролью, да, ну, мужчина может быть недоволен, а, фоей ролью ему может, как-то вот казаться, что, опять же, ну, что его обманывают, да, что, там, э, что он. Его использует, ну, использует, вот, а этого, в принципе, не хочется никому, я думаю, вы понимаете. Вот. Дальше. Э, э, так, э, значит, ну, тут он был явно, э, подвитившим, он сказал, ты хочешь подчинять, подчинять меня себе. Э, ну, я думаю, его склады, человек более мягкий, спокойный, не было даже имительно, а то он сказал, зря, я горел вот так этим человеком, сейчас у меня опасно. Э, я думаю, что, э, нужно разобрать, э, что он имел в виду под подчинением, да, и почему он так подумал. Вот, э, то, что вы описываете, э, себя, и свой склад, да, ну, то, что вы человек другого склада, как вы говорите, опять же, не то, чтобы я вам не верил, вот, но вы действительно можете подчинять, э, человека, сами того не, ну, не отдавая, сами себе, э, отсюда в этом, к сожалению. Вот, и если человек говорит, что ему кажется, что вы его подчиняете, да, вот, то это, ну, достаточно, ну, тревожный звоночек, и нужно смотреть на то, а как вы можете подчинять, то есть, э, подчинение, это доминирование. Э, доминирование, ну, как, ну, как вот такое, э, явление, может возникать тогда, когда, э, человек чувствует, э, что, э, что человек чувствует, что, э, его э, ну, переживание, не важно, не важно, не важно. Вот. Когда человек чувствует, что с ним не считается. Вот. Вот если, ну, если человек чувствует, что с ним не считается, то вот может возникнуть такая история, как доминирование, как подчинение. Возможно, вы не считаете себя чувствами мужчины. Вот. Возможно, это мужчина пытается вас как-то вот, ну, подчинять, да? Вот. То есть это тоже может быть, но тогда вопрос опять же к вам, да, как вот вы выбрали такого человека, да, который вас, ну, пытается вас подчинить. Вот. То есть это тоже такой достаточно важный момент, вот. Кроме того, если вы говорите, что, допустим, более мягкий, спокойный человек, более мягкий, чем кто, да? Я горелый этим человеком, сейчас у меня опасно. Ну, вы говорите про страсть здесь. Вот. То есть, ну, вы не говорите про любовь, вот именно как таковую, да? Ну, опять же, я без, там, без какого-то негатива об этом сейчас говорю. Просто, когда вы говорите, что горели, это больше про страсть и про влюбленность, да? Это не про любовь, потому что любовь, она все-таки такая, ну, более спокойная. Вот. То есть вы горели этим человеком, скорее всего, оно означает, что у вас была страсть, да? И, соответственно, эта страсть, она сейчас, ну, пошла на Ну, вы были, например, да? У вас возникла апатия. Вот. Но вместе с тем, вместе с тем, вместе с тем, вместе с тем, что у вас возникла апатия, появилась и пустота определенная. Вместе с уходом, ну, вместе с уходом стресса, к сожалению. И вот для вас это может быть довольно такой серьезной проблемой. Потому что, ну, если вы, вот, пустоту, да, какую-то пустоту свою, ну, в себе, если вы пустоту в себе, пытаетесь компенсировать за счет, ну, за счет другого человека. Вот. В этом, конечно, могут быть, ну, проблемы. Лава, лава, ну, в этом, в этом случае. Дальше. А, значит, так. Сейчас у меня апатия равнодушна, да? За сколько видео написать ему? Зачем? Ну, надо понимать, что это иллюзорные отношения. Как мне вести себя дальше? Чтобы что? Как вести себя, чтобы что? Просто забыть не могу, не получается. Пыталась. Ну, просто забыть действительно нельзя, потому что вы, ну, не можете выкинуть из головы какие-то чувства, да, переживания. Вот. А вы не можете это выкинуть из головы, на самом деле. Поэтому тут забыть действительно не лучший вариант. А лучший вариант, гораздо лучший вариант, это понять, чем для вас так важно. Чем для вас так важно, так важен мужчина, например. Вот. И постараться для себя разобрать его важен, именно важен мужчина. Вот. А, чтобы как раз таки отдавать себе отчет в том, что вы от него, допустим, хотите, что вам от него, допустим, нужно. Да? Вот. Вот. Для чего вы хотите ему написать, к примеру. Вот. Чтобы что вы хотите ему написать. И так далее. Вот. А, забывать тогда ничего не придется. И, ну, именно вот, что забывать ничего не придется. Вот. А, да. Разобраться в себе может быть. А, разобраться в своих чувствах, да, может быть. Вот. Но забыть, забывать в принципе ничего не придется, да. Вот. А, ну... Кроме того, забыть, ну невозможно забыть. Вот. Потому что это все-таки память, да, память она не стирается. Даже если вы себя загипнотизируете, все равно у вас в памяти хранятся определенные моменты, определенные переживания, скажем так. Так, но от того, что мне делает больно своим холодным поведением, мне только хуже. Екатерина, я боюсь, что здесь вы прикладываете ответственность на человека за свое состояние. Больно делает не он вам, это звучит как обвинение. Больно делает вы себя сами. Вопрос только в том, как вы приходите к этой боли. Как вас задевает то, что он холден? Ведь холден-то он начал быть именно по причине того, что вы стали искать на стороне общину. Как, собственно, вы, ну, как я сказал. То есть получается, что вы в какой-то степени сами спровоцировали человека на то, чтобы вести себя с вами холодно. И после этого вы же сами, получается, его и обвиняете в этом. Вот. Здесь явно идет некое сценарное поведение, неосознаваемое. Вот. Плюс, ну, деструктивные модели поведения. Это безусловно. Вот. И с этим в первую очередь нужно работать. Чтобы вы учились и умели брать на себя ответственность. Чтобы вы учились с ответственностью, чтобы вы не обвиняли человека в том, что касается, собственно говоря, вас. И только вас. Вот. Вот. Дальше. Так. Как, значит, как себя привести в чувства? Работать, эээ, психотерапией заняться. Помогите мне всего 25 лет, мужчине 36, что он хочет от этих отношений. Это может знать только мужчина. Мне нравится, наедине нет, не обходите, но есть одна проблема. Его соцсетях, хоть не фейки, мне два раза. Он не хочет меня тоже, чтобы успокоить, а время находит в стрессе. Кхм. Эээ. Эээ. Незавидестно, мне не очень понятен. Эээ. Характер в ваших отношениях. Да. Насколько они. Насколько они. Эээ. Эээ. Серьезные. И серьезные для них. Это первое. Эээ. И второе. Эээ. Из-за чего у вас стресс? Т.е. Это вот напоминает. Ааа. К сожалению. Ну ну ну, знаете. Такие. Эээ. Спозависимые отношения. Ну вот. Я конечно рад был бы осыпаться. Рад был бы, если бы это было не так. Но выглядит, как будто у вас отношения созависимы. Про созависимость вы можете почитать в интернете сами, информации там более чем достаточно, вы можете поисследовать эту информацию и соответственно, если у вас будет желание, то поработать, собственно говоря, с этим, то есть поработать тем, чтобы выйти из созависимости, вот потому что сейчас то, что вы описываете, очень напоминает именно созависимые отношения. Ну и стресс, вот основание для вашего стресса, да, это тоже то, на что нужно обратить ваше внимание, то есть что стресс вызывает у вас стресс конкретно, вот, с чем стресс конкретно связан у вас, вот, и в чем здесь по вашему, ваша уязвимость, вот, но похоже, что мужчина транслирует вам, то есть созеркалывает вам то отношение, что и вы, вы, я имею ввиду, используете, выбор друга взаимно используете. Вот, может быть вы с этим и не согласитесь, но вы, скорее всего, скорее всего с этим не согласитесь, но, тем не менее, это выглядит именно, именно так это выглядит. Ну что ж, на этом в принципе все, я думаю, на этом можно закончить мой ответ вам, я надеюсь, что это было полезно вам, я надеюсь, что вам это было как минимум интересно, я надеюсь, что вы извлечите для себя что-то новое, благодаря моему ответу и ответу моих коллег. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешит.